Современная многоцелевая колесная боевая бронированная машина «Пандер» спроектирована в Австрии конструкторами компании «Стейр Демлопач» с «Пезилфахрюдж» оказалась удачным решением для европейского рынка. «Пандер» выпущен сотнями единиц в вариантах БТР и БМП, при этом лицензионное производство колесной бронетехники удалось наладить в Португалии и Чехии. Помимо этого, бронетранспортеры «Пандер» были приобретены Индонезией. Бронетранспортер «Пандер-1» с колесной формулой 6х6 начали разрабатывать еще в 1979 году. К 1984 году появились первые образцы машины. Но лишь в 1993 году был заключен первый контракт на поставку данных бронетранспортеров для австрийской армии. Машина была легкой, плавающей и при этом достаточно хорошо защищенной. Без установки дополнительного бронирования она обеспечивала круговую защиту десанта и экипажа от бронебойных пуль калибра 7,62 мм. Однако к началу 2000-х годов требования военных к колесной бронетехнике существенно выросли. Требовалась новая боевая машина с лучшей лобовой и круговой защитой, более мощным двигателем и улучшенной противоминной защитой. Ответом на вызовы времени стали работы над модернизированной версией БТР, первоначально в варианте PANDER 2 с колесной формулой 6х6. Первые такие образцы были готовы уже к концу 2001 года. При этом модель PANDER 2 может выпускаться как в варианте с колесной формулой 6х6, так и в варианте с колесной формулой 8х8. Унификация машин составляет более 90%. Австрийская армия использует оба варианта бронетехники. Базовый вариант бронетранспортера PANDER 2 получил цельносварной стальной корпус, который, как правило, производится из сортов стали повышенного уровня прочности. Компоновка машины классическая для подавляющего большинства современных бронетранспортеров западных стран. В передней части корпуса, с левой стороны, находится место механика-водителя, с правой стороны от него расположен двигатель. Моторно-трансмиссионное отделение изолировано и оснащено противопожарным оборудованием. За мехводом расположено место командира боевой машины и просторное десантное отделение. В варианте бронетранспортера экипаж машины состоит из двух человек. При этом она может перевести до 10-12 мотострелков. При установке башни с 30-мм автоматической пушкой вместимость машины падает до 6 пехотинцев. Бронирование корпуса в стандартном исполнении обеспечивает фронтальную защиту от бронебойно-зажигательных пуль калибра 14. Целых 5 десятых миллиметра и круговую защиту от обстрела бронебойными пулями калибра 7,62 миллиметра. При этом бронирование можно легко усилить за счет установки навесной брони. Такая возможность есть, а увеличение веса машины компенсируется мощным двигателем. Также БТР отличается улучшенной противоминной защитой. Пандер-2 изначально получил V-образное днище, а также специальные противоминные подвесные сидения экипажа и десанта разработки компании Steyr. На Пандер-2 установлена достаточно мощная силовая установка Cummins мощностью 450 лошадиных сил, что позволяет разогнать бронетранспортер по шоссе до скорости 105 км в час. При этом максимальный запас хода боевой машины составляет до 700 км. В варианте классического бронетранспортера Пандер-2 несет только пулеметное вооружение. Это могут быть установленные на туреле крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы. При этом возможна установка как дистанционно управляемого боевого модуля РФС с крупнокалиберным пулеметом, так и более простой вариант с ручным управлением. Отличительной особенностью всей платформы Пандер-2 является ее модульность. Всего компании Steyr заявлено 36 различных вариантов боевой машины. К примеру, на базе Пандер-2 созданы версии легкого колесного танка со 105-мм орудием и самоходного 120-мм миномета. Также есть противотанковые варианты машины, оснащенные современными ПТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова